МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржаке. Сегодня выпуски. В Каркаролинском районе пустует школа, построенная по госпрограмме за 264 миллиона тенге. Школа, рассчитанная на 220 мест, обучает лишь чуть больше полусотни детей. В поселке Карсакпай прошло масштабное празднование юбилейной даты – 90 лет со дня выплавки первой казахстанской меди. Впервые это произошло 19 октября 1928 года. В Павлодарской области возвели мавзолей Султана Мусы Шурманова. Открытие мавзолея приурочили к 200-летию известного просветителя и этнографа. В Каркаролинском районе пустует школа, построенная по госпрограмме за 264 миллиона тенге. В селе Мата, который год, не могут достичь заветных показателей. Школа, рассчитанная на 220 мест, обучает лишь чуть больше полусотни детей. Родители учеников обеспокоены будущим учебного заведения. На сегодняшний день в школе номер 15 обучается всего 64 ученика, хотя учебное заведение может принять в три раза больше учащихся. В первые годы после открытия учеников было куда больше. Однако люди по разным причинам стали покидать родное село. Отток населения объясняется тем, что в прежние годы село затапливалось во время паводков. В прошлом году вокруг села возвели защитный вал и построили мост. Поэтому многие надеются, что люди вернутся, а соответственно возрастет и количество учащихся. Аким сельского округа Угар – один из тех, кто до сих пор смотрит в будущее с надеждой. В прошлом году по поручению Акима области Ерлана-Кушанова здесь построили большой мост, возвели защитные валы вокруг села. Теперь нам не страшны паводки, поэтому я уверен, что в будущем люди вернутся в наши края. По моим сведениям, уже три семьи готовы переехать в село. К тому же растет рождаемость. Если каждый год мы принимали всего по 5-6 первоклашек, то в этом году у нас 11 первоклассников. Надежда все еще есть. Тем временем жители села всерьез тревожат будущее школы. Все прекрасно понимают, что если число учащихся снизится, школу может постигнуть печальная участь. Будет очень сложно, если закроется школа. Я думаю, все будут стараться, чтобы этого не произошло. Народ будет очень недоволен. Нам нужна школа. Где будут учиться наши дети? Администрация школы отказывается верить в плохой расклад. Директоры отмечают, что школа может похвастаться сильным педагогическим составом. Напрочь отсутствует дефицит кадров. Поэтому Рауза Утарбаева считает, что такая школа должна работать и дальше. Вот только если не закрытие, то в ближайшее время учебное заведение ждет перепрофилирование. 11 класс отсутствует, а в 10 классе учатся всего 6 человек. Это необходимый минимум. Если число старшеклассников снизится, школа станет основной. Многие дети после 9 класса уходят в колледж, поэтому 11 классников у нас нет. В 10 классе всего 6 человек. Если и этот класс опустеет, то нас перепрофилируют в основную школу, хотим мы этого или нет. Очень жалко, что у нас мало учеников, ведь наша школа способна обучить детей не хуже городских школ. Стоит отметить, что строительство школы в селе Матакар-Кар-Каралинского района обошлось государственной казне в 264 миллиона тенге. На уход и содержание пустующей школы по-прежнему выделяются средства из бюджета. Выделяют уголь, деньги на ремонт и оборудование классов. Недавно в школе появились современные кабинеты физики и химии. Теперь школе не хватает самого главного – учеников. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Жители Актугайского района могут остаться без света. А в Жанаркинском районе и в Жасказгане наблюдается нехватка угля. Об этих и других погрешностях шла речь на аппаратном совещании. В областном Акимате обсудили подготовку к отопительному периоду. Подготовка к отопительному сезону в Карагандинской области проходит не так гладко. В Актугайском районе меняют поставщика электроэнергии. Замена энергоснабжающей организации может потребоваться и в Осокаровском, и Нуринском районах. Не готовы в полной мере к предстоящему отопительному сезону и электростанции. По Тимиртауской ТЭЦ-2, именно по котлу номер 2, имеется отставание. И отставание связано с тем, что у подрядной организации идет недостаток кадров для того, чтобы в полном объеме выполнить. Поэтому сейчас Акимату города мы подключимся. Параллельно мы попытаемся скоординировать ряд подрядчиков для того, чтобы... ТЭЦ-2? ТЭЦ-2, да. То есть недостаток трудовых ресурсов, который на сегодняшний день не дает возможность обеспечить нужные темпы по второму котлу. И мы отработаем совместно с Акиматом для того, чтобы скоординировать действия, прилечь других подрядчиков на этом объекте, для того, чтобы выровнять ситуацию. Проводится активная работа и подгрузки угля. За 8 месяцев было добыто 22 миллиона тонн угля, из них 14 на коммунально-бытовые нужды. Однако, несмотря на внушительные цифры, в некоторых регионах объекты соцкульбыта до сих пор не обеспечены углем. Каждую школу, каждый объект здравоохранения, культуры, социальные объекты, все проверьте. Тупики, население, мы говорим, не закупают население. Жанарке нет угля, конечно, не закупать не будет. Также глава региона Ярлан Кошанов поручил создать специальные мобильные группы, которые будут выезжать в регионы и проверять подготовку к зимнему периоду. Сидя в кабинете, не надо эти цифры мне показывать, рисовать. Организуйте группы мобильные. Принято, по тупикам мы еще группы организуем. В прошлый год, вы помните, какие у нас разборки были. Везде идет обман. Ведется активная работа и подгрузки угля в другие регионы. В числе остающих Южно-Казахстанская область и Алматы. В поселке Корсакбай прошло масштабное празднование юбилейной даты. 90 лет со дня выплавки первой казахстанской меди. Впервые это произошло 19 октября 1928 года. Металлургов поздравил Аким Корсакбай. Медиплавильный завод в Корсакбай стал первым в Казахстане. Здесь отрабатывались новые технологии обработки жасказганской медной руды, которая по химическому составу имеет свои особенности. В дальнейшем эта технология была использована при проектировании многих заводов на Урале и в Балхаше. В своей речи Ерлан Кушанов отметил значимость Корсакбайского завода. 90 лет назад в Корсакбай произошло знаменательное событие. Была произведена первая выплавка меди в Казахстане. Для истории это небольшой промежуток, но за прошедшее время произошло множество событий. Научная деятельность Каныша Садпаева начиналась отсюда. Здесь трудились первые металлурги нашей республики. Поэтому не только для региона, но и для всей страны важно, чтобы завод продолжал работать. Ведь эта история – начало нашей металлургии. Корсакбай славился не только качественной медью, но и был также кузницей кадров. Здесь начинали трудовую деятельность и совершенствовали свои навыки многие именитые металлурги не только Казахстана, но и всего Советского Союза. Отсюда уходили на другие предприятия и рабочие специалисты. Очень много руководящих работников, вращающих в школу Корсакбая. Затем поднялись и работали на больших глазах. Например, Стригин был заместителем министра свежей металлурги СССР. Во время торжественного мероприятия были вручены благодарственные письма Акима Карагандинской области металлургам, отличникам и ветеранам. Корпорация «Казахмыс» подарила им ключи от автомобилей. Глава региона и гости посетили дом-музей Каныша Садпаева, открытый после реставрации. В этом доме ученый не только жил со своей семьей, но и создал первую геолого-разведочную контору в Казахстане. Андрей Тенаман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде завершился республиканский поэтический конкурс «Уленг Суздэнгданасе». Мероприятие было посвящено 350-летию Бухар-Жрау-Калкаманулы. В конкурсе приняли участие 17 человек из 11 регионов страны. Республиканский конкурс «Уленг Суздэнгданасе» собрал поэтов со всего Казахстана. Специальная комиссия допустила к участию 17 из 50 претендентов в возрасте от 16 до 35 лет. Целью масштабного мероприятия, посвященного Бухар-Жрау-Калкаманула, является развитие статуса государственного языка. Первым делом участники Мышайры и гости из других областей отдали дань памяти великому Акыну, восложив цветы к его памятнику. На торжественной церемонии присутствовал и председатель жюри, лауреат Международной литературной премии Алаш Есенгали Равшанов. В свое время Бухар-Жрау внес огромный вклад в становление казахского народа. Он и по сей день занимает особое место в литературе. Я очень рад тому, что такое важное мероприятие проходит в Караганде. Хотелось бы, чтобы подобные конкурсы, воспитывающие в казахстанцах патриотизм и любовь к государственному языку проводились как можно чаще. Конкурсанты представили не только работы, посвященные Бухар-Жрау Калкаманала, но и стихи, написанные в честь 20-летия Астаны, а также на актуальную социальную тематику. По единогласному решению жюри обладателем гран-при стал карагандинец Мирас Асан. Для меня участие в этом конкурсе – исторический момент. Я очень счастлив в возможности стоять на сцене, читать свои стихи. Я являюсь потомком Бухар-Жрау, поэтому этот конкурс особенный для меня. Я благодарю жюри за то, что сочли меня самым достойным из всех претендентов. Вместе с дипломом Мирасу достался денежный приз в 500 тысяч тенге. Обладатели первого, второго и третьего мест получили по 350, 250 и 150 тысяч тенге соответственно. Следует отметить, что жюри не обделили вниманием ни одного из авторов. Трем конкурсантам вручили специальные призы в 100 тысяч тенге, а семь участников удостоились поощрительных призов в 50 тысяч тенге. Токжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. По Володарской области возвели мавзолей султана Мусы Шурманова. Поминальные обеты и открытие мавзолея приурочили к 200-летию известного просветителя и этнографа. Наша съемочная группа посетила Баянаульский район, чтобы стать частью праздника. Мавзолей высотой 9 метров возвели на территории родового кладбища. Здесь покоится сам султан, его жена, а также их сын и родственники. Мавзолей расположен рядом с аулом Тингде, где проживал государственный и общественный деятель. Я считаю, что возведение этого мавзолея – большая радость для всего казахского народа. Эта почесть оказана не только Мусе Шурманову, но и всем выходцам из рода Шурман. Радует и то, что благодаря строительству мавзолея облагородилась территория всего кладбища. В 15 лет своей жизни Мусе Шурманов был старшим султаном Баянаула. Он внес немалый вклад в решение проблем образования нации. Именно он предложил создать передвижные гимназии. Благодаря стараниям Мусе Шурманова в округе появились первые казахские школы. На малой родине Мусе Шурманова гордятся своим знаменитым земляком. Об этом в своей речи упомянул и о Ким Павлодарской области Булат Бакаов. Сегодня все мы собрались, чтобы отдать дань памяти и уважения Мусе Шурманову. У каждого народа есть таланты, которые рождаются раз в столетие. Таким для нас был и остается Муса Шурманов. В рамках празднования 200-летия видного общественного деятеля были организованы областные соревнования по национальным видам спорта, таким как Аламан Байге, Ток Байге, Жорга Жарас и Казах Курисы. Организаторы разыграли два автомобиля, два мотоцикла, а также лошадей, бытовую технику и денежные призы. Токжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аттракцион «Тигров» и «Колесо смерти». Карагандинцам представят новую цирковую программу «Великий русский цирк». О предстоящих выступлениях рассказал руководитель цирка, народный артист России Мстислав Запашный. Увлекательную цирковую программу карагандинцам представят известные артисты из России. Новое шоу под названием «Великий русский цирк» привез народный артист России Мстислав Запашный. Уже в эту субботу выходец из знаменитой династии Запашных готов удивлять жителей шахтерской столицы яркими номерами. По словам артиста, на подготовку программы ушло несколько лет. Индустриальное сердце Казахстана станет отправной точкой большого турне по Азии. Зрителям обещают захватывающие дух номера. Программа, которую я привез сюда, называется «Великий русский цирк». Каждый номер индивидуально, индивидуален по-своему. И в каждом номере есть своеобразные свои трюки. И серьезные трюки, и ответственные, и трюки, опасные для жизни. Почему «Великий русский цирк»? Я собрал, готовил программу где-то года 2-3. И собрал все основные жанры циркового искусства. Те, которые максимально можно показать на манеже, не утруждая зрителя. Потому что если все жанры показывают, спектакль будет длиться 3-4 часа. Наш спектакль длится 2 часа 20 минут. Жители и гости города первыми увидят тандем отца и сына. На манеж вместе с народным артистом России Мстиславом Запашным выйдет его сын Ярослав. Молодой человек примет участие в четырех номерах, среди которых есть и выход с тиграми. Опасность и непредсказуемость работы с хищниками артист принимает как само собой разумеющиеся. Работа, конечно, страшная, конечно, тяжелая. Но это наша работа. Любая работа сложная, страшная. В любой профессии может случиться конфузы какие-то. Помимо тигров, публика сможет вдоволь налюбоваться лошадьми, собачками и медведями. Также развлекать карагандинцев будут всеми любимые клоуны, иллюзионисты и жонглеры. Особое внимание будет приковано к номеру «Колесо смерти». Он будет выполняться без страховки. Во время антракта у зрителей будет уникальная возможность посетить закулисную часть цирка и посмотреть, как содержатся животные. Выступления стартуют с 22 сентября и продлятся до 21 октября. Билеты приобретайте в кассах цирка или звоните по телефонам, указанным ниже. Туржан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Карагандинский боксер Геннадий Головкин потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге. Титульный бой в среднем весь решением судей завершился победой Сауля Альвареса. Таким образом, Головкин лишился титулов чемпиона мира по трем версиям. Результаты повторного поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса вновь вызвали неоднозначную реакцию как у спортивной общественности, так и у фанатов. Боксеры, спортивные обозреватели и эксперты в большинстве своем не согласны с решением судей. Основная масса считает, что казахстанец, как и в предыдущий раз, выиграл этот бой, либо была как минимум ничья. Между тем, результаты официально закреплены. В своем интервью теперь уже экс-чемпион мира по боксу Геннадий Головкин поздравил Альвареса с победой. Напомним, что в первый раз Головкин и Альварес встретились на ринге 16 сентября прошлого года. Также на Т-Мобайл-арене в Лас-Вегасе. Тогда бой завершился спорной ничьей. Изначально рематч должен был состояться еще 5 мая. Однако тогда канала получил дисквалификацию после двух проваленных допинг-тестов. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Булгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова